Виктория Федоровна, урожденная Виктория Мелита, урожденная принцесса Великобританская Ирландская Исаксин Кобургодская, герцогиня Гессенская, с 1907 года Великой Княгиня с титулом Императорского Высочистства, по мнению кирилловцев с 1918 года де-факто и с 1924 года де-юре императрица с титулом Императорского Величества. Биография Виктория Мелита была третьим ребенком и второй дочерью принца Альфреда герцога Единбургского и Великой Княжны Марии Александровны. Принцесса родилась 25 ноября 1876 года на Мальте во дворце Сан-Антон, где ее родители часто жили после провозглашения в 1873 году принца Альфреда главнокомандующим вооруженными силами Великобритании в Средиземном море. Первое имя было дано принцессе в честь ее английской бабушки королевы Виктории, а второе – в честь острова. Как представительница третьего поколения британской монархии она именовалась и ее королевское высочистство принцесса Виктория Единбургская. В момент ее рождения она была десятой в линии последовательности к британскому трону. В семье Викторию Ласкова звали Даки – это английское прозвище прижилось и при русском дворе. Как и большинство внуков и внучек английской королевы Виктория и ее сестры получили типично британское воспитание. Она с детства любила музыку, прекрасно рисовала, много читала, одевалась с элегантной изысканностью. При внешней мягкости, нежной женственности ее отличал твердый характер. В 1889 году семья переехала в Кобург. В 1891 году Виктория со своей матерью отправилась в Россию на похороны Александры Георгиевны – жены брата ее матери Павла Александровича. Там она познакомилась со своим двоюродным братом Кириллом Владимировичем. Они понравились друг другу, но брак их был невозможен, так как православие запрещало союз двоюродных брата и сестры. В 1893 году скончался герцог Эрнест. Два герцогства Саксин-Кобурга года перешло к принцу Альфреду, его младшему племяннику. После того, как принц Альфред взошел на герцогский трон, Виктория получила титул герцогини Саксин-Кобург-Готской. Сохранив при этом и титул герцогини Эдинбургской первое замужество, после свадьбы ее сестры Марии начались поиски подходящего мужа для Виктории. Королева Виктория решила, что ее внук Эрнст Людвиг Гессинский, сын ее дочери Алисы, был бы хорошей партией Виктории. Ей хотелось, чтобы ее внук и внучка поженились, однако и Виктория и Эрнст отказались. Виктория также снова виделась с Кириллом в Санкт-Петербурге. В конечном счете, Виктория и Эрнст уступили давлению семьи и поженились 9 апреля 1894 года в Кобурге. Была организована пышная свадьба, на нее съехалось большинство королевских европейских семей. Виктория теперь именовалась герцогиней Гессинской. У супругов родилось двое детей, дочь Елизавета, рожденной 11 марта 1895 года, и неназванный мертворожденный сын, рожденный 25 мая 1900 года. Но их брак оказался несчастливым. Виктория жаловалась на нехватку внимания мужа, в то время как Эрнст посвящал большую часть времени их дочери. Супруги устраивали званные вечера для их молодых друзей, причем люди старше 30 лет не входили в эту категорию. Однако Виктория была менее заинтересована в выполнении своих общественных обязанностей, не занималась благотворительностью, не отвечала на письма людей, которые ее не интересовали. На официальных приемах она говорила с людьми, которые ее развлекали, игнорируя людей более высокого положения, которых она находила скучным. Невнимание Виктории к ее обязанностям вызвало недовольство Эрнста. У супругов часто случались скандалы. В 1897 году Виктория застала мужа в постели вместе с его слугой. Королева Виктория, тем не менее, не разрешила развод, объясняя это тем, что у Виктории и Эрнста растет дочь. После смерти королевы Виктории в январе 1901 года Гессинский Верховный суд Расторг их брак 21 декабря 1901 года. После развода их дочь Елизавета жила по полгода у каждого из родителей до своей смерти в 8-летнем возрасте от брюшного тифа в 1903 году. Второе замужество. После развода сестра Эрнста российская императрица Александра Федоровна убедила мужа Николая II отправить Кирилла на службу на Дальний Восток. Родители Кирилла Владимир Александрович и Мария Павловна также препятствовали отношениям Виктории и Кирилла. В русско-японской войне 1904 года Кирилл остался жив при взрыве флагманского корабля Петропавловск и возвратился в Москву героем. Позже уехал на лечение за границу и присоединился к Виктории в Кобурге. Они поженились 8 октября 1905 года в Тегернзе. На простой церемонии присутствовали только мать Виктории и ее сестра Беатриса и друг графа Длерберг. За три дня до заключения брака император Николай II лишил Кирилла всех прав члена императорской фамилии. Невеста не собиралась принимать при заключении браку православной веры. Кроме того, данный брак, заключенный между двоюродным братом и сестрой, противоречил православным канонам и не допускался гражданским правом Российской империи. Основной причиной официально назывались церковные правила, но начальник дворцовой канцелярии генерал Масалов, Повторяя общее мнение петербургского света писал, Крутая мера, принятая по отношению к Кириллу Владимировичу, конечно, приписывалась главным образом влиянию императрицы Александры Федоровны. Полагали, что оскорбленная браком великого князя с разведенной супругой своего брата, она и добилась столь сурового наказания. Приобретя дом на Елисейских полях, супруги переехали в Париж и жили за счет дохода, обеспеченного их родителями. Первая дочь Мария родилась у них в 1907 году и была названа в честь бабушки. Вторая дочь Кира родилась в 1909 году. Виктория и Кирилл желали сына, но так как родилась девочка, ее назвали в честь отца. Великая княгиня, император Николай II восстановил Кирилла в правах члена императорского дома, когда Кирилл оказался на третьем месте в линии наследования российского трона. 15 июля 1907 года, после того, как Виктория приняла православие, в январе 1907 года, Николай II признал этот брак именным указом и присвоил Виктории титул Великой княгине Виктории Феодоровны императорского высочистства. Их дочери Мария и Кира получили титул княжен императорской крови со всеми правами членов императорской фамилии, включая права на престол. Революция. Во время Первой мировой войны Виктория работала медсестрой Красного Креста. Реакция Кирилла и его жены во время февральской революции 1917 года доподлинно неизвестна. По одним данным, Кирилл перешел на сторону революции, надев так называемый «красный бант», что ставилось ему в вину позже и его противниками. С другой стороны, градоначальник Петрограда, Балк утверждал, что 27 февраля Великий князь предлагал военному министру генералу Беляеву и командующему Петроградским военным округом генералу Хабалову свой гвардейский экипаж для борьбы с беспорядками. 8 марта 1917 года Временное правительство отдало приказ об аресте Николая II и царской семьи. Виктория и Кирилл добились разрешения уехать в Финляндию, хотя им не позволили взять с собой какие-либо ценности в изгнании. В августе 1917 года 40-летняя Виктория родила Владимира, ее единственного сына и наследника династии. Семья переехала в Кобург, а затем в Сен-Бриа во Францию, где они остались жить до конца жизни. Виктория Федоровна и Кирилл Владимирович финансировали в начале 1920-х годов нацистскую партию. Виктория Федоровна даже продала для этого свои фамильные драгоценности. Деньги нацистам передавались через русского генерала-эмигранта Василия Бескубского. В 1924 году Кирилл на правах старшего представителя династии провозгласил себя императором всероссийским под именем Кирилл Ай. В ноябре 1924 года Виктория совершила поездку в Соединенные Штаты, надеясь получить американскую поддержку, чтобы восстановить монархию. Но ее попытка не увенчалась с успехом. В Нью-Йорк Таймс появилась очень негативная статья о Кирилле Владимировиче. Виктория помогала Кириллу восстанавливать монархию, а также продавала свои художественные работы, чтобы заработать денег. В 1925 году ее старшая дочь Мария вышла замуж за принца Фридриха Карла Ленингенского, с 1939 годом ставшего главой Ленингенского дома. В 1927 году семья Кирилла Владимировича переехала в Сен-Бряк. В эмиграции Виктория возлагала все надежды на будущее на единственного сына Владимира. Она не отдала его в школу, потому что волновалась о его безопасности и потому что хотела, чтобы он получил такое же образование, как мужчины дома Романовых получали до революции. Для этого Виктория наняла для него домашнего учителя. До самой смерти Виктория поддерживала хорошие отношения с сестрами, особенно с Марией, королевой Румынии, с которой вела интенсивную переписку. В 1933 году до Виктории дошли слухи, что ее муж ей изменяет и это стало для нее тяжелым ударом. В 1936 году Виктория поехала в Германию навестить старшую дочь Марию Кирилловну. Принцессу Ленингенскую заболела гриппом. Виктория Федоровна умерла 2 марта 1936 года на руках срочно прибывших в замок Аморбах супруга и сына. В возрасте 59 лет, великий князь Кирилл Владимирович пережил ее на два года. Они были похоронены в Кобурге в родовой усыпальнице герцогов Саксин-Кобург-Годских. 7 марта 1995 года останки великого князя Кирилла Владимировича и великой княгини Виктории Федоровны были торжественно перезахоронены в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Наградой в царствовании российского императора Николая II пожалована Большим Крестом Ордена Святой Екатерины. Титулы. 25 ноября 1876 года. 22 августа 1893 года. Ее Королевское Высочиство принцессы Виктория Единбургская. 22 августа 1893 года. 9 апреля 1894 года. Ее Королевское Высочиство принцессы Виктория Саксин-Кобург-Годская. 9 апреля 1894 года. 21 декабря 1901 года. Ее Королевское Высочиство и Великая Герцогиня Гессенская. 21 декабря 1901 года. 8 октября 1905 года. Ее Королевское Высочиство принцессы Виктория Саксин-Кобург-Годская. 8 октября 1905 года, 2 марта 1936 года, ее императорское и королевское высочество и великая княгиня Виктория Федоровна, родословная, Майкл Джон Салливан Афатальпас Сион, The Story of the Uncrowded Last Impresses of Russia, Джон Ван Деркист Принсесса с Викторией Мелитто, Гранд Датча Силей Лофф Раша, 1876-1936, Станислав Думен, Отреченный от престола, Великий князь Кирилл Владимирович, Моя жизнь на службе России и Вегебуринит, биографический очерк о Виктории Федоровне М.